друзья всем привет сегодня у нас речь пойдет о литопсах потому что многие спрашивают как их посадить как за ними ухаживать что это вообще за растение очень она многим нравится и конечно же хочется не загубить купленное растение купленный экземпляр и сохранить его в должном виде и приумножить конечно же литопсы относятся к семейству аизовых или мезембриотеновых и в переводе они означают подобный камню или похожий на камень то есть литопс это своего рода пример мимикрии в природе то есть мимикрия это когда живой организм приспосабливается к условиям внешней среды и становится похожим на часть этой внешней среды чтобы сохранить свою жизнь то есть литопсы стали похожи на камень в процессе эволюции и так они сохранили себя в природе от животных которые тоже по пустыням ходят и ищут какие-то растения какую-то влагу и вот литопс конечно приспособился своим внешним видом уникально растение это конечно очень интересное очень забавная как игрушка наземная часть его состоит из двух сросшихся листьев мы видим вот если смотреть на большого пузатого в центре да не только на пузатого но и вообще два сросшихся листа которые со временем ближе к осени уже во взрослом состоянии зацветают как мы вот видим вот на этом литопсе вот лезет молодой бутончик вот он зацвел кстати вчера его еще не было за ночь выскочил представляете этот уже отцвел но вряд ли здесь образуется коробочка потому что я и сама его не опыляла ну и по моему мухи тоже не пыли алину час доказывать уже сцепаются семена которые которые не пылились ну и пыльца тут все ветер сдул литопсы называют живыми камнями ну и как я уже до этого сказала это не случайно потому что внешний вид их полностью напоминает какую-то гальку разноцветную морскую гальку скорее всего морскую речная галька выглядит не так открыл литопсы английский ботаник бурчел в 1811 году он путешествовал по одной из пустынь намибии и устал и присел где-то отдохнуть среди россыпи гальки сел и начал разглядывать под собой ну вот эту гальку и некоторые камушки прям привлекли его внимание были они уже очень не похожи на ту гальку которая была рассыпана масштабно он пригляделся и понял что это литопсы и вот так был открыт вот этот уникальный вид растения который впоследствии получил популярность среди комнатного цветоводства потому что литопсы они не только интересные но они вообще интересные не в плане внешнего строения а вообще в плане в плане своей жизнедеятельности то есть вот эти все процессы жизнедеятельности литопса активный рост период стагнации линька цветение это все очень интересно и не очень многие растения могут похвастаться такими стадиями развития содержать литопсы нужно на ярком солнце обязательно где-то я читала что литопсы могут и жить в тени нет в тени не жить не могут но не погибнут если вы их не будете поливать ну и активно развиваться они тоже не будут потому что учитывая то что они выходцы из пустыни значит условия должны быть приближены именно к пустынным то есть летом жарко они выдерживают даже температуру до 50 градусов то есть им повышение температуры не страшно то есть солнце высокая температура воздуха редкий полив но обильный это в период активного роста в период же покоя он наступает у литопсов после цветения в этот период литопсы поливать ни в коем случае нельзя начинает свою линьку то есть в период линьки литопс вообще нельзя поливать потому что молодое растение которое вылезает из старой пары листьев причем знаете интересно как вот вот эта щель которая у литопса разделяет два листа новый литопс полезет прямо перпендикулярно то есть эта щель уже будет у нового литопса расположена вот так я его поцарапала моего хорошего ты мой пузачечек прости пожалуйста и вот этот период линьки длится где-то с конца октября с ноября где-то по март вот в этот период литопс вообще категорически запрещается поливать то есть ни капли не чуть-чуть немного нисколько то есть все забудьте про него и просто смотрите на этот горшочек старые листики будут постепенно журе ваться постепенно будут усыхать так как литопс всю влагу необходимую для развития молодого растения будет брать из вот этих старых листьев но вы на это не обращайте внимание да они будут усыхать журе журе ваться и поливать литопс можно будет только тогда когда старая шкурка листьев практически полностью засохнет вот здесь вот смотрите возле большого литопса вот коричневенькая сейчас как же вы положить вот так положу и покажу вот я ее не снимала эту шкурку вот она она вот она вот сейчас я ее сдеру если горшок не повалится очень неудобно снимать вот это старый лист который можно его и конечно сосед говорит мне сейчас что-то там бар мочишь кошмар меня скоро за дурочку будут реально держать стою возле цветов они же не видят что я телефон держу в руках что-то там бар мочишь ну ладно дурочка так дурочка даже забыл про что говорила короче вот она эта старая шкурка ее можно оставить ее можно и снять но оставить знаете можно оставить но имейте ввиду что если вы переборщите с поливом то она может стать источником загнивания ствола растения потому что вот эта старая шкурка на себе будет держать очень большое количество влаги очень долго вот и эта шкурка будет ну может такое получится что литопс загниет но в основном это не происходит то есть я где-то отдираю где-то не отдираю вот нижний вот и вот этот у меня крайний тоже там еще эта шкурка мотается да не важно бог с ней пусть мотается зацветают литопсы на третий год своей жизни цветут они ну где-то неделю держатся цветки цветки вот сейчас мои закрылись уже не могу вам показать просто вставлю фотку и именно этих цветов вот где-то может быть дней пять назад есть немало цветки в основном желтые но бывают и белые да еще хотела сказать про малышей вот у меня здесь малыши это вот часть литопсов которые я получала из италии и вот эти я посадила себе но оставляла короче самые такие знаете неспособные то есть те которые продавать нельзя было то есть у них у каждого буквально из этих литопсов что-то повреждено вот тельце повреждено какая-то там коруста на нем непонятно вот этот вообще тут полуживой он наверное погибнет не знаю ну прям где же снять то но он со всех сторон покоцанный покажу попробую не знаю видно будет или нет в общем каждый из этих литопсов вот смотрите он больше или меньшей степени поврежден поэтому я их продавать не решилась потому что ну неприятно будет нездоровое растение отослать заведомо зная об этом в общем приживутся не приживутся кстати я хочу сказать вам что вот эта посадка она не является правильной но почему я их так посадила потому что у меня нет надежды что хотя бы третья часть из этих литопсов выживет потом конечно сниму видео покажу что осталось из них кто выжил кто не выжил вот но дело в том что здесь есть и взрослые экземпляры то есть вот этим литопсом уже по два года точно даже может быть к трем годам но в зависимости от условий они жили в тесноте может быть они были и побольше но однозначно они уже старше двух лет есть малыши которым ну наверно вот этим литопсом по полгода может быть месяцев по семь то есть они еще даже ни разу не линяли когда перед вами такое растение сеянцы молодые которые еще не вступали стадию линьки их нужно поливать не учитывая состояние покоя не учитывая стагнацию их так как они еще дети и им требуется влаги больше чем другим взрослым растениям поэтому сажать молодые прям совсем молоденькие литопсы и уже литопсы которые линяли вместе нельзя я когда подсаживал своего василия вот сюда смотрите я его подсаживала он приблизительно был вот такого размера вот такого размера сейчас он уже чуть побольше даже вот этого литопса но вот моему вася уже два года с лишним вот и я его подсаживала к взрослым растениям и поливала я его отдельно очень и очень аккуратно то есть эти у меня находились состоянии покоя они линяли я их не поливала но васю я продолжала поливать можно сказать из пипетки под корень чтобы именно увлажнить корень вот этого растения ну это конечно заморочка лучше сажать их отдельно чтобы не плясать вот так когда забыл когда не забыл потому что перельешь это растение напоится что будет дакса хотела сказать что будет если вы будете поливать литопс 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 в стадии линьки в худшем случае он погибнет потому что это будет избыток влаги в стадии линьки как я уже сказала растение берет влагу только из старых листьев и излишняя влага ему просто навредит ну вот в худшем случае он погибнет в лучшем случае он не погибнет но у него не закончится стадия линьки и начнется другая то есть литопс ваш ваш станет двухъярусным трехъярусным то есть вот вот эта шкурка вот эти старые листики не отомрут здесь полезут новые новые еще не сформируются они тоже при поливе начнут опять раздваиваться и опять будет второй уже ярус вот этих листьев которые отмирают ну это просто губить растение поэтому не думайте что без полива она у вас погибнет просто сделайте себе табу с ноября по март приблизительно может быть даже и по апрель уже смотря в каком состоянии в какой стадии будут находиться вот эти засыхающие листья полив вообще исключить сажать литопсы нужно достаточно просторный горшок ну как достаточно просторный горшок это тоже понятие растяжимое вот в этот горшок он у меня 12 сантиметров я сажала уже достаточно взрослые растения крупные то есть я пересаживала их по моему в прошлом году в этот горшок и они были уже больших большого размера вот этот горшок 9 сантиметров я сюда напыряла куча мала тут короче у меня и большие и маленькие все подряд но я уже сказала что я просто не надеюсь на то что часть из них останется жить поэтому вот пока их посадила так ну так и так как литопсы умирают долго и этот процесс мы можно сказать не сразу увидим поэтому вроде на первый взгляд сейчас вот этим горшочком все хорошо все они прям такие хорошенькие ну некоторые вялые очень вялые то есть это говорит о том что корни у них еще не заработали но поливать их сейчас обильно ни в коем случае нельзя и поэтому горшок должен быть для них ну соответственно размеру литопса так чтобы зрительно вы представляли если вы сажаете допустим ну штук 5-6 литопсов в один горшок так чтобы имейте ввиду что крупные растения которые уже полиняли их пересаживать нужно раз два три года то есть этот горшок вы обеспечиваете своим растениям над на два на три года а это значит что растение чуть-чуть подрастет она утолщится это утолщится это утолщится значит площадь уменьшится в общем делайте так чтобы им впоследствии не было слишком тесно чтобы они два-три года сидели в этом горшке никто их не тревожил бестолку потому что лишний раз тревожить растение тоже нельзя когда литопс дорастает до определенного возраста он раздваивается то есть из одной пары листьев получается две пары листьев в редких случаях 4 пары листьев 6 пар листьев то есть три растения вот у меня в прошлом году два разного три размножились вот этот этот и вот этот то есть вот получилось вместо одного два литопса вот здесь вот здесь это видно бывает что по 3 литопса но разделять вот эти литопсы нельзя то есть а почему потому что будь их 123 будь их потом со временем этот может разделиться на 1 на 2 то есть образуется это куртина там допустим из 6 голов ну вот голова из шести вот таких голов образуется куртина и если здесь вот как мы смотрим сверху все в порядке да а тут два у тебя растения подарим не одно продай мне одно и их делить нельзя дело в том что все эти литопсы все эти головы находятся на одном стержневом корне вот литопс сейчас я вам покажу просто строение его кто не видел как же его взять и не повредить вот литопс смотрите какой у него очень длинный стержневой корень о чем говорит это сразу о том что горшок для посадки должен быть глубокий то есть низкие плошки бонсайницы ни в коем случае не подойдут горшок нужно брать такой чтобы этот корень свободно лег распространился по всему горшку по всей длине горшка и ни в коем случае не загнулся вот так вот то есть если вы его посадите вот так землю и он у вас загнулся однозначно можете его выбросить потом растение расти не будет я не знаю с чем это связано этот вот к этому эксперименту я пришла сама это касается не только литопсов это касается хивери я сниму следующее видео про посадку и хиверий и расскажу то же самое об этом там ну вот смотрите какой него длиннющий корень и вот этот корень нужно разместить в земле в земле на всю длину поэтому горшок должен быть но сколько тут корень наверное сантиметров если растянуть его по всей длине сантиметров 7 то есть горшок должен быть не меньше 8 сантиметров длину потому что сантиметр мы оставляем еще на дренаж а дренаж должен быть и сверху для того чтобы при поливе вот это вот тонкая шкурка при соприкосновении с почвой не слишком увлажнилась и не сгнила особенно если как вот на этом литописе будут какие-то рамки и эта ранка может потом загнить дальше то есть это нужно исключить и верх горшка присыпать какими-то камешками не обязательно песком можно циолитом в общем все что есть можно крупным песком гравием всем чем угодно но чтобы вот верхнем слое не было примеси земли и торфа ну все спокойно поснимала приперлась белка иди иди ради христа погуляй так ну и сейчас я начну сажать литопсы покажу вам как я это делаю вот у меня осталась часть растений которые у меня остались не проданными здесь чуть-чуть совсем растений несколько покрупнее и несколько помельче вот сейчас я покажу как я вам сажаю то есть я при посадке литопсов выбрала удобный для себя способ вы можете пользоваться этим способом вы можете выбрать свой ну вот мне так больше удобно и так больше гарантии что корешки у вас лягут ровно что они не загнутся и что с растениями по с растением потом будет все отлично друзья мне очень неудобно будет снимать одной рукой а второй рукой делать поэтому я буду прерываться просто буду вам показывать моменты посадки буду их завершать без держания камерой потом просто показывать вам результат ну постараюсь максимально максимально донести до вас все вот эти нюансы которые могут возникнуть при посадке нет у меня штатива я сегодня пробовала куда-то прикрепить этот телефон ничего у меня не получается в общем что есть то есть вот вот как то так ну что-то там у меня получилось не знаю что это получилось в общем сейчас я проверю на дно нас это так про грунт грунт должен быть максимально рыхлый и максимально бедный то есть примесь земли где-то 20 процентов все остальное камушки разрыхлитель и песок все что у вас есть но торфе торф мы полностью исключаем но можно чуть-чуть совсем чуть-чуть цепнуть вот это вот ну естественно торфяной земли если у вас уж нет никакой но имейте ввиду что процент ее должен быть минимальной просто вот она там вообще не должна даже ощущаться ни на ощупь не глазами ничем в общем не знаю видно нет наверно не видно но не знаю как я еще буду снимать короче вот как я сажаю на дно сыпем естественно дренаж вот этот камень мешается я его выброшу дальше распределяем слой земли отсыпаем часть земли ну то есть насыпаем где-то ну одну треть земли насыпаем на дренаж распределяем эту землю вот так по стенке горшка полностью то есть до конца дальше мы укладываем наши литопсы в таком порядке в каком нам нравится то есть вот есть у нас допустим пять растений мы пять растений укладываем но у меня больше поэтому у меня получится рядами вот одно растение положили вот второе растение положили то есть смотрите не знаю видно нет корни корни полностью упираются в грунт и не загинаются так положили второе положили третье ну я думаю достаточно для для этого ряда достаточно друзья ну вот что получилось все-таки света там было мало против света снимала и не видно было что там получается то есть вот три литопса уложены в полную длину на слой грунта на одну стенку горшка теперь мы эти корни присыпаем землей берем ложку и вот так раз три растряхивая землю присыпаем эти корни вот что получилось вот три литопса то есть я их уложила потом корни присыпала землей теперь кладем следующий ряд сейчас еще подсыплю немножко земельки и выкладываем следующий ряд и так до конца то есть принцип понятен да вот следующий ряд у нас получился сейчас я и этот же ряд засыплю землей вот корешки торчат осторожно пинцетом если он вдруг загнулся вот у меня смотрю крайний правый загнулся сейчас осторожно пинцетом я его разогну направлю его вниз почему вниз почему не вбок потому что корни у растений стремятся вниз то есть если вы его загнете этот корень уже функционировать не будет и прежде чем он нарастет нарастет сосущие корешки растение может погибнуть имейте это в виду это касается не только литопсов как я уже сказала но и всех других растений то есть загнутым корнем суккулент сажать ни в коем случае никогда нельзя вот засыпала второй ряд то есть видите корни самое главное что корни распределены распределены вниз по струнке сейчас я досажаю таким же методом все оставшиеся литопсы и тогда сниму сниму вам общий фон и скажу что я делаю дальше ну вот такой вид у нас получился этого горшочка некоторые присыплена присыпано совсем землей сейчас я их горшок поставлю можно даже вот так наверное так у меня получится чтобы было видно и просто приподниму их с земли вот я его чуть-чуть приподнимаю аккуратно потому что земля уже достаточно тяжелая каменистая корешок присыпан хорошо и если потянуть резко можно оборвать корень вот аккуратно его подтягиваем пока подтянули пока ничего не делаем так вот эти наклонились сейчас мы их поставим но это удобно делать двумя руками не одной боишься что это горшок свалится еще и все пойдет на смарку так вот так мы их подтянули видите там еще земля сюда нужно подсыпать земли обязательно корневую шейку в основном присыпаем камушками имейте это в виду вот так мы их значит посадили все теперь сейчас я кладу телефон все это сделаю двумя руками то есть зафиксируете литопсы все грунтом ну все друзья вот получилось что-то такое подобное вот знаете это посадка временная поэтому они у меня так тесно сидят если вы сажаете литопсы на постоянное место жительства то есть вы вот купили себе растение эти вот растения я еще раз говорю эти растения у меня на продажу то есть я их продаю те растения которые вы получаете и будете сажать вот если такое количество растений вы получаете и сажаете здесь на постоянном ПМЖ им будет очень тесно поэтому имейте это в виду и где-то располовиньте то есть вот на горшок 7 сантиметров приблизительно половину вот этих литопсов которые здесь имеются здесь горшок 7 сантиметров ну друзья вот наверное все что я хотела сегодня рассказать о литопсах так вкратце рассказала что вспомнила какие-то вопросы если будут задавайте в комментариях под видео ну основной темой сегодняшнего видео была пересадка литопсов как правильно их посадить да что касается полива чуть не забыла вот вы их посадили грунт как вы видели у меня был сухой я сейчас их не буду поливать где-то дней пять то есть вообще не буду поливать потом я их полью полью нормально полью не так чтоб прям хлистало из дренажных отверстий но с таким расчетом что вода по корням распределится полностью до самого основания и потом я их не буду поливать где-то недели ну наверное две точно я думаю за этот период они уже нарастят себе молодые сосущие корешки примутся это будет видно по тургору то есть если литопс надулся вот сейчас он сдуется сейчас я повредила его рост и сейчас он через некоторое время начнет сморщиваться после полива тогда через пять-шесть дней со временем листики опять ну тельца литопса они опять наберут туркар и надуются и вот когда вы это уже увидите имейте в виду что скоро у литопса начнется период стагнации то есть литопс падет в спячку а в спячке его поливать нельзя потому что ну если вот проводить аналогию с человеком человек работал там двое суток подряд не покладая рук не спал там перекусил на ходу но не спал мы не знаем многим это может быть знакомо мне это знакомо вот и когда человек приходит он быстренько там попил чая и засыпает и его начинают будить пойдем пожрем пойдем там котлетки вкусные я пожарил пойдем человек вообще не соображает где он и что он ему тут тычет вновь какие-то жареные котлетки и то же самое с литопсом он начинает спать его начинают просто насильно будить и пичкать его водой а многие еще даже с удобрением на поешь почему ты вот почему ты вот сморщиваешься что с тобой происходит что ты там разделяться начал короче в период спячки нельзя ни в коем случае поливать литопсы и это имейте в виду то есть когда у вас после посадки литопсы принялись а сейчас уже у нас на носу скоро ноябрь сейчас уже октябрь вот то имейте в виду что скоро литопс начнет ваш спать и его поливать будет нельзя ну все друзья наверное на этом я с вами прощаюсь свинячила я тут себе везде ой какой кошмар ну ладно сейчас это все уберется это все не страшно сейчас октябрь сегодня 8 наверное 8 уже счет днем потеряла 8 октября погода у нас пока еще солнечное пока еще днем тепло правда ветер дует сильный но днем пока еще тепло ночи конечно уже очень холодные 6 градусов 5 градусов я пока еще держу растения на улице не знаю как долго это еще продлится но наверное еще дней 6 я так смотрела по погоде еще вот такое продолжится потом начнутся наверное дожди и потом мы с растюшечками будем переезжать на полке я купила новые лампы несколько штук еще но мне нужно еще еще 7 я посчитала это очень много ну как бы они с этими перезимуют но хочется же чтобы они не тянулись хочется чтобы они не потеряли красоту которую набрали на летнем солнышке поэтому поэтому вот так ну что есть то есть решаем проблемы по мере их поступления ну и так все по литопсам прощаюсь с вами друзья всем хороших жирных растений всем здоровья добра радости и теплой погожей осени пока пока